Я знаю, что он был у тебя в черном списке, ты его вытащил, его хайпуешь в чёрной ситуации? Эй, он сделал меня в чёрной списке, да? Просто я слышал, что Камил Гаджио сказал где-то, когда ему задали такой вопрос, Камил Гаджио всё такое, вы слышали, что Тамайя подложил каждому бойцу по 2 миллиона рублей. Готовы ли вы платить больше, чем Тамайя? Он сказал да, конечно, но соответственно, если они хотят больше генерара, то они должны больше шума навести. Может, вы специально так шум наводите? Не, я это не слышал. Не слышал? Он тоже, вот, только что мне сказал, что Камил Гаджио там дали интервью и что-то сказал. Да, 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 Камил сказал, что он готов заплатить больше, чем Тамайя, но при этом придётся больше шума навести. Не, это действительно. Дело даже не в шуме, тут есть свои моменты. У нас бой наш довольно уже раскручен, тут уже более другие моменты. И вот, я хочу ещё, ну, конечно же, у себя с ним подраться, у себя дома, в организации. А ты готов ему заплатить такие же деньги, которые готов я заплатить ему? То, что ты готов ему заплатить, по сравнению, то, что заплачу я ему, ничего, брат. То есть ты готов ему заплатить 2 миллиона рублей? Больше. Ну, ты сдерживаешь слово, что ты готов заплатить ему больше, чем 2 миллиона рублей. Ты сдерживаешь свое слово, что, мне пишут, что ты заплатишь больше, чем 2 миллиона рублей. Не, смотри, ты сейчас хочешь сказать, чтобы он потом сказал больше 2 миллионов? Не, такого не будет. Не, 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 не. Там вопрос не в этом, там я решаю. То есть там есть запарь, и он об этом всё, ну, с него братом поговорить. Да, да, не, я этот момент знаю, чтобы он это засторон Ребушит. Я хочу сказать, что максимум, что я могу выделить на это two, six миллионов рублей. То есть это то, что я могу себе позволить. Но если ты можешь позволить больше заплатить, а маге больше 2 миллионов рублей, то это вообще круто. И я думаю, мага, соглашайся. Он согласится. Он согласится, брат. Речь идет о деньгах. Деньги заплатите, любой согласится. Я тоже так думаю. Ну, по сути, если так, по сути, он собачка живет. Если его брат, там, кто-нибудь другой ему скажет, что он подерется. Не, ну знаешь, смотри, такая ситуация. Люди писали, что я за Чоршем Б болею. Вы неправильно думаете, я болею за обе. То есть у меня нейтральная территория. Чоршем Б думает, что я за Перса болею. Перс думает, что я за Чоршем Б болею. Вот. Короче, такая... Тут же есть его фанаты, есть мои фанаты. Конечно, это круто. Так и есть его фанаты. Не, знаешь, что я хочу сказать? Он здесь еще, да? Перс, Перс, он обязан делать то, что ему говорит его старший брат Алина. Согласен по поводу этого? Не, я даже не об этом. Старший брат, он остается старшим братом. Да, это старший брат, понимаешь? Но, но, но. Его старший брат сам в Германии, но он не думает, что с ним может быть. Он об этом просто не думает. Но он прилетит скоро. И еще такой момент. Прилетит, и что сделаем? Ничего. Помнишь насчет гроба? Помнишь гроб? Угу. Который... Некоторый момент из нашего прошлого выпуска я отрезал. А, подожди, брат. И ассасина хейтери. Все, продолжим. Вот это гроб, который был на хардкоре. Был момент, где брат Берса сказал, Алис сказал, что он был куплен хардкором. Да, самим хардкором. Да. Но потом я видел моменты, где говорят, что ты не хардкор купил, что это была инициатива, и что это не так. То есть я вообще не понимаю, откуда этот гроб? Ты знаешь, откуда этот гроб? Я не знаю, брат, если честно. Я вот у него тогда спросил, а он типа сказал, видишь, он собачья, он не может говорить. Не, 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 знаешь, какая ситуация? Не будем говорить, что Берса собачья.